Добрый день, дорогие друзья! Спасибо вам, как обычно, за комментарий, хочу сказать. Подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте лайки. Сегодня поговорим про неравенство. Знаете, у нас часто употребляется много эмоционально окрашенных слов. Воры, олигархи это равно ругательству, вот эти капиталисты. То есть у нас относительно социального неравенства, относительно разрыва, пропастью между возможностями богатых и бедных, перспективами детей из богатых и бедных семей, у нас много эмоциональных отношений. И это неплохо, но важно знать фактуру, важно знать цифры. Важно, что если нам кто-то будет рассказывать, что это вы просто обиженные, вы хотите все отнять и поделить, это все неадекватно, во всем мире капитализма вы хотите опять социализировать, капитализм, очень важно показывать в таких ситуациях, что мы не просто желаемое за действительное выдаем, что у нас есть цифры. Цифры в данном случае не врут. Вот я сейчас зачитаю вам несколько постов из телеграм-канала Андрея Ильича Фурсова. Это замечательный историк-мыслитель. У него есть очень качественные работы и лекции в интернете. Кто еще не смотрел, рекомендую очень. И вот он приводит несколько таких интереснейших сообщений. Согласно докладу от Советов к олигархам, двоеточие, неравенство и собственность в России в 1905-2016 годах, объем офшорного капитала россиян превышает уровень валютных резервов страны примерно в три раза. Вдумайтесь, вот у нашей страны есть всякие фонды национального благосостояния, всякие резервные вклады, золото-валютные резервы. Короче, у олигархов в офшорах наворовано в три раза больше, чем все, что имеет наше государство. То есть государство это наши министры, правительство, Госдума, государственные структуры. Олигархи имеют в три раза больше, то есть конкретные лица, и они это хранят не у нас в стране, а за рубежом, в иностранных банках. В три раза больше. Вторая цифра. По данным Global Walls Report, на долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов России. 1% людей владеет 71% всех накоплений. Для сравнения, вот чтобы вы понимали, насколько у нас все плохо, для сравнения, 1% богатых в Индии приходится, у нас было 71%, в Индии 49%, в Африке 44%, в США 37%, в Китае 32%, в Европе в среднем 17%, средний мировой показатель 46%, а у нас еще раз 71%, в Европе 17%, то есть это говорит о том, что пропасть между бедными и богатыми не такая уж большая. У нас 71%. Такого в мире нет нигде. Богатые России превысили средние мировые показатели больше, чем в полтора раза. Еще один показатель, по которому лидирует Российская Федерация, это доля самых состоятельных 5% населения в личном богатстве страны. 5% богатых владеют 82,5% всех богатств. Значит, остальные 95% населения, то есть мы с вами, дорогие друзья, 95% населения имеют 17,5% всех богатств. И, как говорится, ни в чем себе не отказывай. Еще убийственная цифра. 96 российских миллиардеров владеет 30% всех личных активов граждан России. Средний мировой показатель 2%. То есть российские миллиардеры в 15 раз круче, чем средние мировые. Еще раз. Если мы слышим про какого-нибудь индийского, китайского, бразильского, африканского олигарха, то российские в 15 раз круче. Они наворовали в 15 раз больше, активнее, интенсивнее, успешнее. Дальше идем. Авторы доклада о мировом неравенстве, подготовленного той же группой Всемирная база данных благосостояния и доходов населения, сделали принципиально важный вывод. Неравенство – это прежде всего политический выбор, сознательный курс верхов того или иного государства. Экономически же правительство почти любой страны в состоянии решить эту проблему. Как говорится, мы все и так это знали. По данным компании «Найт Франк», то есть «Рыцарь Франк», которые приводятся в докладе, подготовленном под руководством Пикетти, в Российской Федерации число мультимиллионеров, имеющих от 30 миллионов долларов, центомиллионеров от 100 миллионов и миллиардеров выросло с 2004 по 2014 год в 3,5 раза и по прогнозу до 2024 года увеличится еще в 1,5 раза. А другая сторона медали такова. С 1992 по 2016 год из России украдено в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона долларов. Сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. А ведь Маркс когда-то писал, что собственность – это не кража, а юридическое отношение. И последняя интересная вещь. Сотдиректор вот этой всемирной базы данных о неравенстве Лукас Чанцелл отметил, что ситуация с неравенством в РФ очень похожа на таковую в Бразилии и Южноафриканской республике. Однако, если в Бразилии неравенство обусловлено многовековым расовым фактором, то есть там были выходцы из Европы, которые порабощали местное население, привозили африканских рабов на плантации, кофе выращивать, тростник, хлопок, вот это вот все. Это было в Бразилии. В Южноафриканской республике, длительное время существовавшем апартеидом, то же самое, белое население отдельно, черное население отдельно. А в Российской Федерации причиной неравенства является приватизация, базовая часть которой была проведена в 1990-е годы. Цифры и выводы убийственные. Если вы регулярно дискутируете с либералами, с любителями капитализма, с кем угодно по политическим тематикам, сохраните себе это видео, сделайте репост. Можете открыть телеграм-канал «Говорит Фурсов», потому что, по-моему, здесь просто спорить не о чем. Нам давно пора осуществлять левый поворот, возвращаться на путь социализма. Это единственный вариант, потому что то, что у нас происходит в стране, это не капитализм, это даже не оскал капитализма. Хотя даже он, это вполне звериный оскал капитализма был бы. Но то, что происходит у нас, это форменное ограбление. Все, что строят 30 лет, это просто грабеж страны. Еще раз, вывезено полтора триллиона долларов в офшоры, и еще пять триллионов долларов, это было вывезено наших природных ресурсов. Что думаете, друзья, об этом? Как обычно, прошу высказываться. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. До новых встреч! Пока!